друзья здравствуйте всем привет меня зовут руслан канал называется джос мог сегодня будем с вами разговаривать по поводу афелия по поводу фрильорда играется это не играется ну давайте сразу с вами заспойлерим что до играется конечно же играется довольно неплохо самое обидное что я такой знаете сижу у меня был перерыв я очень в тимп атакс не играл думаю чё бы записать до интересного для вас и думаю блин а куда делся афелий почему афелия не играют мне уже все прекрасно было у него есть хороший урон сама композиция довольно прикольная и вот этот вот тренд выхода в лейт он классный он сильный но и афели был неплох для своего там не знаю для своего левела да на 7 8 левел наверное одна из сильнейших фигур вообще афелька выход на 9 но наверное он начинает там сдавать да по отношению к той штамме увет по отношению к лисички по отношению к райзу но так оно и должно быть друзья это фиолетовая фигура там же леги это все правильно это все нормально но в целом композиция если она заходит в руки играбельно и при этом я увидел просто уйму контеста и это удивительно то есть я пришел такой с мыслями а сейчас вот поиграю в афеле ему добавили 5 адей что-то как-то все как бешеные вчера вот начали играть именно в это я прям хотел целый стрим посвятить чтобы сегодня да немножко с опытом поговорить по этому поводу вчера мы целый стрим играли вот чисто афельку и наверное после этого ролика он будет довольно небольшой я сделал один бонус когда я тоже планировал играть афельку записать афельку но у меня не получилось и у меня была была пандора и что из этого вышло короче начинаем потихонечку разваливает у нас получился такой знаете экспериментальный билд я сделал его с хэкстэком чтобы подхиливать фронтлайн и что подхиливать самого афельку дополнительно потому что фигура как бы очень важные хотелось бы чтобы она жила до после ультимейтов ясу после ультимейта кайсы той же лисы и так далее да всякие сплэши болючие залетают сейчас что карму форс от тоже ребята многие поэтому хочется чтобы она просто жила это раз и хэкстэк в этом помогает ну и подхиливать фронтлайн тоже мега полезно даже если тысячи здоровья зальешь в своего там танка на фронтлайне это будет мега мега эффективно за счет того что в этом танке есть дефы да есть вот понятие такое как эффективное здоровье и это экстра мульти супер эффективное здоровье когда вот именно ты вкидываешь штатка нет лондон нельзя я не буду стараться играться прости пожалуйста у меня ролик и так каратыш получать нет родной место вы потом поиграемся вот на старте мы идем через скорее всего мы хотим играть через ионию с джином далее когда у нас появляются более ценные фигуры такие как как шан и афелий мы перекидываем билды очень хочется этимизировать здесь ургота в три предмета желательно два титана и третьим номером мы накидываем сюда кровопийцу на фронтлайне у нас конечно же будет блистать и джуани с вармогом и горгулий третий предмет на усмотрение это может быть и горелка это может быть аж еще один бар мог это может быть терновка это может быть коготь все зависит от того что вас происходит в лобби у меня получилось так что я играл через орна и мне в первый аугмент я взял именно пандору чтобы собирать качественные билды но потом все таки я добрал предмет орны и получил вот как раз самый сильный предметик орны это самый классный с с тира супер с тира друзья предмет вечная зима по называть что делает вы все прекрасно знаете а новичка мне конечно же сейчас расскажу а делает он следующее он снижает скорость автоатаки всех бойцов кто атакует чемпиона который носит данный предмет а также дает оглушение дает стан по истечению там определенного количества тычек у этого чемпиона атакующий получает станчик по моему на полторы секунды вроде звучит классно доходит афелька еще один еще один еще один и возможно мы здесь увидим золотого афеля поэтому я буду забирать по контесту не так много в 10 человек как бы пытается до контестить но ему афели не заходит сэлеви афели заходит не даем тут лог по итогу у нас получилось 4 глазика у нас с вами есть и walker довольно знаете такая вот старая композиция прямолинейная то есть если вы новичок то он будет довольно легко и играть фигуры здесь сильные индивидуально сильные все прям до классные фигуры все полезные чего-то прям лишнего такого нет поэтому композицию в целом она как-то очень смотрится гармонично классно 4 стрелка зорких глаза или как там их назвали дед ай 3 фрильор то у нас есть здесь торгон закрытый в три штуки усиливаем с вами щиты а также есть и walker и которые нам дают это колдуны которые дают дополнительную манну постоянно постоянно и тут тики по 5 ман что тоже мега мега полезно для наших чемпионов для того же акшика для афельки смотрится суперски да у меня периодически будет перекеривать акшан но чаще все-таки перекеривать будет именно афелий афелий сильнее тут еще идет зависимость от того на какой стороне мы увидим танка это будет танк справа или слева соответственно та или иная сторона будет набивать больше на кто столкнется вот с этим камушком которого все пытаются этимизировать который должен быть в каждой команде к танк обязательно должен быть наверное исключением являются z кота вот это даус история вся z кота и гвен то есть и тимизируешь чисто в урон и все и забываешь про дефы а так вот обязательно фронт-лайне как видите фигурирует кто-то алмаз один мы все-таки друзья это сделали алмазик один то есть у нас и возможно сегодня будем брать мастера поэтому приходите буду вам рад приходите часиком к пяти к шести стартанем думаю к шести скорее вот буду рад вас наблюдать не забывайте ставить лайки если новичок то подписывайся на канал обязательно какой мне кей-поп играет хочется что-то взять под ургота пусть будет грань чемпион который может давать на самом деле дэмэдж пусть пока что будет грань накинем остается 2 афельки 2 афельки это будет золотой афелий и мы хотим титана то есть титан кровопийца наверное такой кор для этого чемпиона но ждать пока дойдет именно этот лук с одного компонента дальше нас фуловые предметы уже идут наверное я не стану то есть сразу какую-то мега эффективность и поехали урготика расстрелял акшик но урготик вернулся за счет райза и посмотрите на эту собаку просто невероятное количество времени он живет подходит поджигает дает дэмэдж еще со своей терновки это жесть собака мощен получился немножко смещаю здесь лисандр чтобы нас ясо не подстанет а потому что он делает смещение чуть пониже на одну ячейку и в этом случае зачастую ультимейт будет залетать именно в этот угол в афеле я бы так не хотел чтобы он сразу до отдавал но в любом случае мы ловим этот стан все равно он до меня добирается тут проблема вот я сейчас покажу вам да в хилле то есть у меня на данный момент там с порезом хила не все так радужно да поэтому так и произошло нужно решить вопрос порезом хила и тогда мы этого оппонента будем убивать потому что хилиться слишком много вот этот весь фронт-лайн который неадекватно танчит он только благодаря тому что там закрытая карма с хэкстэком делает чудеса причем она довольно быстро реализует свои ультимейты быстро накидывает соответственно быстро хилит неплохо да горелка залетела здорово горелочку закидываем обязательно урготик закрывается т2 и мы получаем золотого акшан чека сюда его маленького ко мне и теперь у нас будет много много урона но ты знаете какой момент мне недостаточно я хочу больше я не чувствую знаете вот прям такой вот жесткой уверенности я собрал фиолку я буду рвать и метать я хочу ощущать эту уверенность понимает да кто не знает то это у нас с запись со стрима поэтому руками я могу ничего не делать но на столе будет что-то происходить ну и в целом я ролики сначала записываю а потом озвучиваю x2 времени но зато я могу и покомментировать и что-то рассказать и какими-то своими мыслями переживаниями поделиться на какими-то историями поэтому такой формат мне нравится многие пишут просто последнее время что вот джо настолько хорош что ролит фигуры без рук играет без рук тискает собаку и teamfight tactics играет одновременно тискает свою сосиску на упустил момент ребята упустил момент для для вот этого искрометного юмора расстраиваюсь теперь все-таки думаю что реализация реализация вот этого предмета до вечной зимы была бы лучше то есть если бы я оставил первым номером и сместил было бы лучше если бы все сразу же лупасили именно этот предмет но теперь за золотых пообщаемся с ним да у него два золотых у меня один за золотой посмотрим кто кого как бы 1200 урона а а а а с пылыш очкам так закинул в бэк и чё-то подсдохла посмотрите по цифрам у нее десятка у меня 11 все за дела что за дела у кармы десятка у меня 11000 я так не хочу я хочу побеждать прям без шансов чтобы у него было просто без шансов ни единого ни малейшего чтобы это было прям выразительно чтобы мне там было 50 тысяч урона чтобы у него было три тысячи урона вот так хочу это наверно уже лиги да тогда он доролить лего надо быстро забирать мастера и пойти на охоту за легами друзья за легами за легами на охоту хочу хочу кусь 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 но по факту да у него конечно шансов тут нету нужно смотреть чтобы просто из фиолог что-то не закрылась вот и все в момент вашей максимальной силы друзья не нужно разжимать булки хорошо и жить их напряжение постоянно то есть нужно постоянно смотреть что вас может перебить если кто-то собирает фиола вытаскиваете вы роли в эти это нормально это механика игры пользуйтесь ею все в порядке все сильные игроки пользуются такой механикой не дают возможность собрать своим оппонентам какие-то пики которых потом будет перестреливать то есть ты по большому счету когда отдаешь золотую фиолку человеку то ты ему автоматически даришь победу ну в большинстве случаев бывают такие редкие моменты когда ты из этой задницы каким-то чудом где-то как-то правильно подстанил где там райс кого-то куда-то метнул александра кого-то выпнул да бывают такие ситуации но чаще всего вы будете встревать от фиолог лодик нельзя на забирать свою игрушку и текает сюда забирай господи смотрит пока я кинуем беззовезный беззовезный голды у него много но я не знаю чего он ждет если честно что он ждет что он ждет на что он надеется кстати говоря посмотрите мы оба играем через орна здесь у обоих самые топовые предметики выпали он думал что за счет горелки меня победить по-моему это филит финита ля комедия и он сейчас сдастся если мне не изменяет память по большому счету все правильно делает то здесь время тратить смысла нет будет биться до конца окей возможно он надеялся на то что здесь будет ветер отработать меня ветром и в этом случае победить как вариант ну я скорее всего буду покров забирать вот видите в этом моменте сразу же пошел смотреть человек не достает предмет в час до скинул может быть и вот если он не покупает то и большая вероятность что у него там есть ветер и в этом случае нужно следить внимательно за позиционка его вот остается там немножко времени сразу переключайтесь следите но в целом я если что готов отдать победу одну у меня еще есть кп поэтому там подумал вдруг что-то еще дойдет из фиолов и роль из дальше но вы не допускайте такой ошибки смотрите до последнего вот эта фаза она важная если у вас там остается каждому потычки то обязательно обязательно следите за понятным чтобы у него не появился ветер окей джи джи это у нас ребята линия через фрильорд линия стрелков смотрится мега симпатичненько так давайте посмотрим что у нас будет происходить вот здесь сразу наверно кинул где-то хотя вы знаете катка довольно показательно давайте кинем сразу куда-нибудь сюда на серединку да у нас тут ситуация такая что игра не очень задалась то есть нас начнут рвать нас начнут жестко контестить вот это как раз то лобби где по моему 6 человек поперлись играть в этих дтай в этих зорких глазок это очень очень странно поэтому доставать все крайне тяжело много получилось у ребят хай ролла давайте я наверное даже еще немножко вперед то есть по старту у нас все прекрасно а потом с учетом что люди вон там 40 хп 46 50 они начинают как бы соображать да что игра подходит их концу и начинают действовать начинают много крутиться на шестом уровне там на седьмом уровне быстро давать большое количество золота понимая что выход на восьмой для них это автоматически поражение да и и единственная линия которую они могут правильно избрать сейчас это дать роллы и что-то залутать и тут они решают принимают решение давать все роллы лутают чемпионов и поэтому соответственно мне уже их залутать становится крайне крайне сложно то есть пока что я слежу за ситуацией чтобы там прям жестко не вытаскивали здесь как бы есть ургот афелий 2 ургота и афелий но в целом пока все окей это не критично да то есть можно не торопиться можно спокойно от 50 пока отыгрывать плюс у меня есть пандора я в себе уверен что если что там через пандору я фиолог то достану на 100 наставлю фиолога они мне как полезут с пандоры как-то обычно бывает да выхожу на 7 и тут видите пошли роллы 7 там кто-то закрыл лисандру закрыт галлио сразу же в 41 и люди начинают ролить эко 2 продолжаются роллы соответственно еще один это второй еще один игрок роли то есть вот эти вот ребята у кого мало здоровья они все пустились в роллы к садин тоже роллы джейс 2 карма 2 полностью сливается там чуть ли не экономика до у нас генса плюс рука хотелось бы какой-нибудь какой-нибудь грань наверное дополнить либо еще одну руку сыграть такой бил тоже в целом может быть на афельки хилиться много урон вроде как у него есть закрывается лисандра прекрасно лисандра т2 окшанчик т2 вот наверное бы здесь я выделил момент игра довольно поздняя то есть это где-то наверное часа два ночи на фоне я что-то смотрел поэтому просто просто крутил короче пытался пытался показать от начала и до конца и группа афеле стартовой да вот эту вот игру в предыдущей катке не получилось где у нас золотая фелька там я поздно подрубил запись беру лук на скорость автоатаки накидать ребятам если что может быть титан может быть убить великанов варианты есть и вот пока мы зеваем вот все это время да у меня 40 золота ребята уже там успевают вон золотую карму закрывать кстати говоря через через этого через дрейвана да есть ощущение что звучит логично сейчас ходить на седьмой уровень и доставать синие фигуры через дрейвана вполне себе то есть берешь первую награду берешь там роллы и погнал на 42 быстренько заролился закрыл там не знаю там тоже карму либо какую-нибудь там дариус плюс катерина вот эту линию может быть акшика золотого закрыл и ты по логике топ-4 должен забирать с этими золотыми фигурами надо будет рассмотреть этот ролл может быть даже через карму может быть даже сегодня поиграем через района должен быть высокий винрейт мне кажется думаю будет высоко думаю будет хорошо афельку там уже подобрали также закрывается т2 урготик страшно страшно вот кстати говоря аугмент который я бы очень хотел потестировать вот у этого типа до третьим номером видите это аугмент на 35 процентов режет урон у фигур в кого срабатывает пассивка вот этих вот глазок на метких глаз на 35 процентов на 8 секунд представляете какие цифры что за порез лютый очень круто работает с учетом что вот эти вот основные керри часто бывают с тем же хэкстэком либо просто стоят на задней линии вне досягаемости да и по ним пассивка глазок работает часто что-то мой песик заскучался всем надо будет наверное ролик закинуть на загрузку пойти погулять с ним побросать ему мячик да да кажется надо как он выглядывает из-под стола это что-то с чем-то ребятам такая моська красивая давай подержу тебя немножко только если ты будешь охотиться я тебе сразу короче прогоню черт не охотиться на и боже какая-то булка жирная какая же ты жирная булка тебя до меньше кормить кажется кажется кого-то надо меньше кормить он душ до урежем вдвое рацион как ты к этому отнесешься и нализывать там не на льдов были ну мне теперь ее мыть ну ты даешь ребята вам тоже бусечка досталось интересно там по звуку будет слышно как он нализывать вам тоже немножко так сячей любви перепала так сячей любовь сейчас днем с огнем не разыщешь на вес золота до прожить так сячей любовь на вес золота вот казалось бы игра классная игра ровная но от того что неправильно играю в данную стратегию то есть не дал роллы сидел что-то ждал и загнал себя в ситуацию такую неприятную до неприятную ситуацию когда когда уже просто не остается нужных фигур в пуле когда просто все достают то что тебе нужно вот афелий допустим там уже разлетелся по ребятам и вытаскивать его даже с пандоры крайне крайне сложно а должен был просто на 41 дать роллы а может быть даже и раньше достать хотя бы одного афельку перекинуть билд но и еще один момент то что до сих пор вот не принято решение перекинуть билд с джина на окшана к тому же по окшану как мы видим есть возможность если что закрывать и золотого с учетом скамейки накидать туда фигуры за три золота и вперед то есть но он не так прям там супер мега контестится он тоже забирают в любом случае большое количество глазок получилось короче приходит кайса и сразу т2 закидываю потому что ну как бы у меня нет на нее билда до закидываю на ее т2 плюс у меня еще привязка идет по эмблеме и перекидываться в кольцу в целом она интересный керри под этот билд и генса плюс рука к тому же он у меня крит перчатка есть на но я вот такое решение принимаю поролить получаю т2 урго то вроде как все в порядке пойдет немножко усилились на ну ладно мы неплохо усилились сейчас сейчас мы усилились очень недурно и теперь большая большая надежда на то что мне кто-то там поле включились мозги ура у меня к тому же есть магнитный отделитель понимаете то есть случай когда зайдет ко мне афелька можно будет и магнитным отделителем воспользоваться предмет не закидывается игра боганулась обидно обидно вот это вот мега обидно в такие вот баги ловить к тому же в рангах к тому же если вдруг у тебя какое-нибудь такое знаете пограничное состояние когда тебе там нужно буквально там не знаю 5-10 лп чтобы отнуться либо наоборот у тебя 0 лп и твоя поражение сейчас автоматически 5 там или какое-то возьмешь неважно ты теряешь 25 минус 25 блин но я сейчас в таком положении что у меня не очень хороший ммр и в связи с этим шестое место у меня там 30 с копейкой отнимает первое место 35 дает 6 31 отнимает приколитесь то есть по логике ты отдаешь практически все нужно больше побед до акшика забирают а тут наверно наивно было полагать что акшика не контесте так что же золотой есть человек все пригрел ребят собаку я ваку пригрел кайса заходит прям говорит ну купи купи ну купи насоса щита 2 2 штуки насоса золотой тоже ну давай ну купи будет весело закрываю короче я две руки в него толку от этого немного сдуваемся моментально от урготика и какой-то мега странный билд получился на урготе с я низкой скрою пусть будет там топ урон какой-то вроде как ap есть да это у нас масштабирование щитов получается какой-то несерьезный билд получился у нас ребята 27 здоровья я понимаю что по афелию все мега плохо приходит 2 кайсы по логике они могут быть носителями золотая кайса может меня сейчас прям в топ-1 выплюнуть правильно то есть такая вероятность есть даже т2 афелька если приходит то я здесь вряд ли беру первое место то есть в лучшем случае мне удастся забраться в топ-4 но есть проблема что афельку вытащили много и возможно в магазине то в целом осталось там всего три афелия и мои шансы на то что я выбью этого афелия прям крайне крайне низки потому что вот это вот пандорка она работает тоже с учетом этих шансов на она учитывает количество фигур лондон нельзя ну ты наглеешь малыш ты наглеешь поэтому я принял решение быстренько такой посмотрел что кайсу как бы никто не собирает соответственно можно можно попробовать сыграть не кайса в любом случае как видите урона дала не намного там меньше чем тот же ургот поэтому окей пока оставим так очень надеялся на то что с круга я увижу кайсу но увы кайсы нет 17 здоровья остается думаю одно поражение еще таким столом пережить можно у нас стол не совсем прям вата хочется конечно сиджу закрыть т2 но сиджу тоже разобрали все прозбирали хулиганы прям лобби мега контеста блин ребята короче я сорвался я ровно один день без сахара продержался и сегодня сорвался представлять сегодня съелший кусочек шоколадки причем абсолютно невкусной абсолютно невкусной шоколадки вообще не вкусный она просто красивая не знаю маркетологи как-то так сделали у нее и сам формат необычные до самой шоколадки она такая тонюсенькая вот видите такая тонюсенькая в это вообще коммунарка у коммунарки говеный шоколад я же знаю и вот так красиво они нарисовали там все видите хулиганы и она сама такая тоненькая и длинная я такой думаю о прикольно возьму а потом сварю блин коммунарка коммунарка нельзя покупать коммунарки мне не вкусно шоколадки делать но это субъективщина да мое мнение не и вкусно не то чтобы антиреклама подумать коммунарка не обижайтесь не обижайтесь заплатите мне денег я скажу что ваш шоколад самый лучший в мире вообще изи 1 рубль от коммунарки 1 рубль и говорю что у них самый вкусный шоколад мире кстати у меня знакомая работала на этой фабрике маркетологом маркетологом работала представляете это под под ее началом делали продажи повышают хулиганы окей нас лупанули у нас 5 хп но при этом у нас впереди есть два раунда две попытки по магазину две прибавки у нас будут с крипчиков и дополнительно со следующей стадии соответственно можно во-первых пандору дважды еще увидеть во вторых по магазину что-то интересное попробовать поймать долетает нам кайса друзья делаем мы это с вами мы с вами прочитали игру это не то чтобы мне повезло да это скилл мы сами прочитали игру мы поняли что что она от нас хочет что она нам предлагает он горит и какая сана и бери играй берешь ну что-то баран такой у паран сидишь и пытаешься этого феля достать которого тут полдоби играет не надо но тебе вот тебе кайса на я тебе золотую дам мы услышали голос игры вот записались к психотерапевту хитра и все и вот сейчас будем тащить с помощью этой замечательной кайсы я хотел вам показать этот ролик только вот исходя из того что не всегда нужно упарываться да ну просто показать какие-то свои ошибки возможно они вам будут полезны ну и вот такую вот такой вариант если вдруг играете пандору и пандора вам предлагает какие-то дополнительные варианты куда вы можете свечнуться и по ним нет контеста то делайте также вы чаще часто будете побеждать ну и теперь моя кайса конечно будет казнить хоть всяких ребят золотыми кармами там еще две руки у нас замечательный отхил у нас много урона блин датарайс капец трясет бабки посмотрите как здорово он трясет шурими бабки он даже после смерти трясет бабки капец гопник зомби аш да я думаю что сегодня мы на стриме поиграем с вами карму есть такое желание карму через дрейвена правда тот момент что к четвертому там практически у тебя лицо дата отрывается может быть всякие сильные пики там типа той же даже лисы могут побеждать золотую карму главное сбил дом там чтобы все красиво было просто дрейвен такой тип он по билду не особо помогает может быть как раз за счет поражений можно будет отыграть посмотрим залетайте короче будет весело забегайте на стримы не забывайте ставить лайки пишите комментарии обязательно поддерживаете канал короче вот этими всеми активностями прекрасным ургота у него не будет ему тут нужно еще два ургота понятное дело ургот у меня три штуки и если будет доходить еще ургот я буду вытаскивать то есть там всякие дубликаторы чтобы вот это вот все ему не помогло закрыть ургота понятное дело я под ветер подставляться не буду я могу хоть на фронтлайн кинуть чемпионы ничего это не поменяет главное чтобы вот этот стартовый ветерок не поймать а так пусть закидывают там какой-то контроль свой хоть сион хоть кто они там доп манну в любом случае накидывают до за счет урона ты меня контестил да тебе там заходила хорошо я видел ты это был получишь и теперь познай отчаяние да и эту пандору вот многие играют через линию с знаете кем через линию спором то есть берут пору и в этом случае если серая аугментации летят то у вас больше шансов увидеть эту пандору либо допустим увидеть тоже сильный аугмент на 9 левел где вы получаете золото ну и короче мой оппонент просто тильтует и сдается понятное дело ему здесь ловить нечего на этом друзья все большое спасибо за просмотр надеюсь ролик вам понравился был полезен обнимаю вас ставьте лайки подписывайтесь на канал буду признателен пока